Привет друзья! Вот и настала полноценная весна, тюльпаны расцвели, черемуха вся белая, вишня цветет, жаркий отрасцвели, или как ее еще называют, купальница европейская. Стройка нашего дома подходит уже к концу, закрыта крыша, поставлен конек, установил я крюча с обоих сторон, не крюча, а кронштейны для крепления водосливных лотков. Сейчас давайте сходим с вами на чердак, покажу, что там на чердаке. Вот, друзья, чердак, какой получился. Доски уже на фронтонах немножко подсохли, потому что строили из сырого материала, образовались вот такие вот щели, но они небольшие, это неизбежно. Между балками получились вот такие вот лоточки, в них будет укладываться утеплитель в три слоя. Ну, доски сначала закроются пергамином, а после этого уже утеплитель будет. Ну, вот установлены стойки, как стропила, установлены стойки, затяжки установлены на стропила, это для жесткости крыши. Ну, и, собственно, набита обрешетка. На обрешетку уже закреплен шифер. Дверь я сделал вот такую на чердак. Ну, удобно залазить, все, она 75 шириной и метр двадцать, по-моему, высотой дверь такая вот. Вот, закреплена на двух шарнирах. При желании здесь можно организовать, ну, что-то типа мансарды, потому что вот это вот все можно обшить. Также доской может утеплить, может быть она будет летняя. Ну, это уже как на вкус, на свой. Итак, друзья, что у нас осталось из доделок? Нам нужно установить водосливную систему, утеплить чердачное перекрытие, сделать, просверлить продухи в брусе. Я решил их сделать в брусе, потому что продухи в брусе, они все-таки ближе к полу. И чтобы вот это вот не запиралось, вот это подпольное пространство, чтобы там вверху влага не скапливалась, я решил сделать продухи в брусе. Нужно будет, ну, там надо будет лестницу сделать для входа. И еще самое главное, нужно будет в оконные проемы установить оконные коробки. И в дверной проем нужно будет установить дверную коробку. Вот, собственно говоря, чем мы сейчас и занимаемся. Сейчас я вам покажу, как мы будем изготавливать эти оконные дверные коробки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 еще замечание брус и доски для оконных коробок я беру сухие не из сырого дерева делала именно которая уже полежала которая уже высохла вот доску буду брать которую у меня еще с осени была она уже просохла все брус покупали именно заведомо сухой он был конечно немножко уже поведенный но это и хорошо из поведенного бруса я выбирал ровные места из него уже пилил вот стойки в дальнейшем их уже не поведет линда то потом надо вот я приготовил стойки будущего окна и подоконная доска сейчас мы на подоконной доске в этих местах наметим пазы причерпим согласно вот этим доскам про номер ой согласно стойкам пронумеруем и вот такое вот окно получилось коробка оконная вот так вот что молоток вот тут вот чуть-чуть она вошла Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...